МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадуя компанию Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите их в этом выпуске. Профсоюзы проверяют тени мерзнуть люди на праце. В Беларуси проходит месячник громадского контроля за захованием температурного режима. Праца знойдится. У постоянной дейючей комиссии по осаденничеянию занятости что день звертаются десятки человек. Танец – як сродок реабилитации. У Центра инклюзивной культуры прайшли майстер-классы для дятей и молодых людей с инвалидностью. А зараза б гэты меньшим больш подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння прнял делу по сядженні высшейшого Евразийского экономичного совета у Санкт-Петербургу. Перамовы лідера Украин ЕАЭС спачатку отбыліся в узким составе. Выступлёння беларускага лідера было вельми щирым і принциповым, без рытушавання невырашанных пытаннів і проблем у Саюзі. Для евразийской интеграції 2018 год став неадназначным як з политичнага, так і з экономічнага пункта погляду. Срод позитивных досягнення у керавник беларускай дзаржавы значае уваходження у сілу договора обмытным кодаксе ЕАЭС проставленні Молдові статусу назіральніка. Дзаржавы-удзельнікі Саюза таксамо падписалі часовая пагаднення, якоя вядзе да утварэння зоны свабоднага гандлю з Іранам і пагаднення об гандлёво-экономічным супрацовністві з Китаем. Тым не менш застаюцца важная пытання, якія дагэтуль нявырашанная. Яны тычатся зняція бар'єраў у гандлі, формірованні агульных рынкаў газу і нафты, ліжбавізація економік країн ЕАЭС. На адкрыті пасядженні Александр Лукашэнка і Уладімір Путін падыскутавалі на конд цен на енергоносьбіты. Я приведу один пример о равноправі і равенстві в нашім Саюзі. Действуючий порядок ценообразування на поставляємый в Беларусь природний газ тариф, применяемый Газпромом для беларусской сторони на транспортировку газа із Ямал-Невського автономого округа до нашей границы составляє почти 3 долара за 1 000 кубічних метров на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф порядка 1 долара в три раза менше. Структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%. То есть тариф от цены 70%. А он три раза выше, чем для субъектов Российской Федерации. И мне кажется, и я думаю, что и в Казахстане примерно такая ситуация по цене для субъектов Казахстана. С учетом этих обстоятельств, в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1 000 кубов. А установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования 70 долларов почти в два раза ниже. Простой вопрос. Как конкурировать в этой ситуации? У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, газы, нефтепродуктов. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. И здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси 129 долларов за 1 000 кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ – 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по Еврозес. Хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но наш главный партнёр, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, нашей братской России и Беларуси. Вот в чём вопрос. И вы правильно сказали, мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Вот в чём. И да, мы будем ещё разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна. Чтобы мы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год это не решить. Сёння лидеры держау-дельника у Евразийского Союза обмерковывали далейшее развитие интеграционных процессов. Отбылась и неформальная встреча. Гэта макшимость подвести выники супрациониста в 2018 году, а так само обмерковать выполнение досягнутых ранее домовленностей и далейшее развитие взаимодействия в формате содружности. В Беларуси проходит месячник громадского контроля за захованием температурного режима. Сёння представники областного объединения профсоюза наведали некольких промысловых предприемств у Гомеля. Кто смог пройти проверку, а кто по куле недопроцовывая, доведался Дмитрий Котау. Гомельский завод станочных узлов каля 10% вырушки от реализации продукции накировая на отяпление у зимовый период. На предприемстве не утоивают, выконовать полностью все нормативы складана. Обогреть 9 тысяч метров в творчей площади задача неспростых, а на модернизацию отяпляльной системы необходима каля 2 миллионов долларов. Але робится усё махчимое, каб людям на прационных местах было комфортно. Как выход из положения мы нашли в том, что мы обустроили людям комнаты обогрева, приема пищи, обеспечения теплой спецодеждой, горячее питание в собственной столовой. Плюс в комнатах приема пищи есть людям возможность попить горячий чай, разогреть пищу в микроволновках. Таким способом решаем эти вопросы. Коли на заводе станочных узлов порушения не выявлено, то на Гомель-Гандальмаши картина супротлеглая. Тут только распочинается праца по уладковании бытовых помешканил. Кировниству выписаны рекомендации. Проблемы на Торфмаши существуют уже не только сегодня, они существовали и раньше. И естественно мы выйдем на руководство города и будем инициировать все-таки, чтобы какие-то меры дополнительные, какие-то финансовые вливания были сделаны. Центролит предприемства показальное. У зимового периода тут постоянно ожитивляется мониторинг температурного режима. Оснащенный усим необходимым помешканием для отпочинку, работникам выдано спецвопротка. Так само кожан из них отримливая прибавку до заработной платы на кированную на харшивание во уластной столовой. Сам непосредственно температурный режим в помещениях обогрева соответствует нормам. Значит он составляет более 20 градусов. Постоянно этот вопрос на контроле как у руководства завода, так и у общественных инспекторов, так и у отдела охраны труда. Подобные проверки на предприемствах проходят не первый год. У Гомельским областным объединениям профсоюза воззнашают, что ситуация значно поляпшается. Коля 90% предприемства выполняют все нормативы. Конечно не везде можно сделать нормальные, комфортные условия в огромных цехах, но это и понятно, потому что это проблемно и с экономической точки зрения, и с точки зрения то, что цеха старый. Но именно мы добиваемся, чтобы человек, если холодно, через каждые два часа мог свой оплачиваемый перерыв технологический пойти и где-то обогреться. И это в общем-то сегодня, я скажу, достигается на большинстве предприятий. Кожный работник повинен памятать, что при выявлении порушения у сбоку наймальника, например, отсутности теплого спецодения альбо покоя для приема ежи, можно свертаться на городшую линию профсоюзов. Ее номер повинен быть размещен на дождь цыправкама на каждом предприемстве. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отеля радиокомпания «Гомель». За допомогой у працевладкованни у постоянно дейучая комиссии по осаденнейшой незанятости, что день свертаются десятки человек. Нагадаем, с першого снежня белорусы могут проверить, те не включили их у базу даденых незанятого у экономицы насельництва. Марина Джалая побывала у комиссии «Гомельского райвы конкама» и поглядела, как специалисты працуют по новых правилах. С першого снежня у тритрияльную комиссию «Гомельского райвы конкама» звернулася больше за полсотню человек. Большая частка с просьбой об допомозе знасти працу. С такой же метой люди приходят до специалистов постоянной дейучей комиссии, клиенты сами выезжают у сельсоветы. Их на территории района больше их два десятки. Объехать треба кожны. Каб допомогать сельчанам, як маха худшей працевладковаться, специалисты на такие сустречи запрашают представников предприемства. «Когда человек обращается, мы тут же предлагаем представителю организации трудоустраиваться. И сейчас можно с уверенностью сказать, что процентов 20 обратившихся к нам мы трудоустраиваем сразу. Часть людей, естественно, у нас просто обращается за какой-то консультацией. Мы им это объясняем, разъясняем. Поэтому, в принципе, люди находят взаимопонимание вот здесь и с удовольствием приходят к нам на заседание. То есть получается, что люди, вот вы сказали, обращаются не только с этим вопросом трудоустройства, они пользуются возможностью, что большое количество специалистов приезжает к ним в сельсовет, и они могут решить и другие все свои накопившиеся вопросы, с которыми они не в состоянии приехать в силу отсутствия, как вы говорили, финансовых средств, либо времени». «Да, все правильно. Именно так, потому что они приедут, мы им разъясняем, как можно трудоустроиться, мы им разъясняем, если у него нет возможности этой сейчас, как можно получить образование дополнительное за счет Центра социальной защиты. Мы разъясняем, как можно получить в суду для открытия своего дела. Люди, получая эту информацию, потом уже непосредственно начинают работать так, как им дальше хочется». «Как раз с вашими специалистами сейчас поговорим и узнаем, приходят ли люди, может быть, сегодня кто-то был, ну и с какими конкретно вопросами». «Ежедневно к нам приходят люди за консультацией. Вот на сегодняшний день пришел гражданин из поселка Юбилейного, принес нам пакет документов. Мы, значит, просмотрели. Да, он входит в базу на основании документов, что он у нас работает. Мы его с этой базой исключим. За весь период к нам обратилось более 50 человек. Из них человек 35 – это по вопросу трудоустройства, остальные по вопросу консультации, методической какой-то помощи. Приходят люди для того, чтобы узнать, как можно получить субсидию от нас, от управления для открытия ИП. Мы всех встречаем, всем рассказываем. И на сегодняшний день работа проведена и с сельскими советами, у всех есть информация по третьему декрету и на сайте Гомельского райисполкома. Поэтому, я думаю, у нас больших проблем с этим не будет». Нагадаем, проверить тенитрапию человеку базу датиных, не занятых у экономицы, можно на один им портале электронных послуг. Але спочатку необходимо отримать ключ электронного лечебного подписа або логин и пароль в службе «Адно окно» по месту жахарства. Информацию можно отримать и іншим способом. Например, звернуться у постоянной девичью комиссию по осаденниче незанятости насильництва по месту регистрации. Туда можно потелефоновать, накеровать письмовый заворот у темлику на адрес электронной пошты. Марина Джалы, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Автомобильный мост Прасожжу в Гомельском районе плануется узвести до 2021 года. Мост разместится побачь с иснуючим аварийным и станет часткой автомагистрали М8. Зараз завершенный подрихтовочий этап. Новый путепровод будет целиком металличным. По передней информации, продугледжено по одной полосе для руху у каждом накерунку. Новое житё у обмен на накрывки. Доброчинный проект реализовали мазырские нафтоперапрацовщики. У фае завода керавництва у велизарных пакетах тысячи розноколяровых накрывок от пластиковых бутылек. Гэта выник у делу супрацовников предприемства у республиканским проекте. Инициаторы акции пропануют не выкидывать другасную сыровину, а збирать и сдавать перепрацовщим предприемствам. Отриманные гроши пералишиваются на доброчинность. Для сбору накрывок во всех цехах завода усталевали специальные контейнеры. Усяго собрали больше, как 100 килограммов другасной сыровины. Сегодня на нашем предприятии завершается благотворительная акция «Новая жизнь в обмен на крышечки». На протяжении полугода заводчане собирали в цехах крышечки для того, чтобы сегодня их принести и сдать волонтерам. Крышечки будут переданы в специальные пункты приема, затем отданы на переработку. За это вырученные средства будут переданы детям, детям-инвалидам, которые остро нуждаются в помощи. У Гомельским центра инклюзивной культуры пройшли майстер-классы для детей и молодых людей с инвалидностью. Занятки проводили хореографы, музыканты со Швеции и Великобритании. Их выником стал перформанс с уделом приклад на 30 человек. Майстер-классы проходили в рамках суместного проекта «Софит-2.0» Гомельской организации Белорусской ассоциации допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам, а так само шведской культурной организации «Шейр-мьюзик энд-перфоминг-артс». Проект «Софит-2» является продолжением проекта «Софит», что вполне закономерно, который проходил по всей республике, охватывал целую республику и был сотрудничеством между шведской культурной организацией «Шейр-мьюзик энд-перфоминг-артс» и обществом «Белопдимии». Сейчас этот проект настолько был удачен, успешен, что он получил продолжение и мы проводим в Гомеле углубленную версию. Супрационерство белорусской и шведской организации протягнется. В ближайшие три года они будут проводить совместные семинары и майстер-классы по инклюзивной творчести. Удельничать в мероприемствах будут не только люди с обмежеванными махтшимостями, детской культуры, представники адукационной и социальной сфер. Суместная творчесть и взаимодействие допоможет развить потенциал людей с инвалидностью и притягнуть их до больше активного отдела в громадском жизни. Гомель богат талентами. В областном центре прошел городский отборочный тур национальных конкурсов вокалистов в Молодежне и в Витебске. За выступлениями претендентов назирал наш корреспондент Павел Мехно. Городский отборочный тур собрал за сяго Гомеля больше 20 спиваков. На перший погляд не шмат, однако это еще раз указывает на высокий узровень мероприемства. Право представлять Гомельщину на назначенных конкурсах отримают только самое лепшее. Гомель, как говорится, славится. Все-таки первое гран-при Славянского базара это Гомельское. Ну и желаю всем участникам нашего отборочного тура вот этого городского. Пусть стараются. Глядяши на удельнику отборочного этапу, навэт непрофессионалу сразумела, что узровень мастерства выканавцов высоки, як и конкуренция по межиме. Кожна со спиваков выканав по две композиции. У свою чаргу судейская комиссия отбирала удельников по узростовым и репертуарным принципам. Заповедная МЭТа объеднала вокалистов взрослых предприемств города, университетов, агольно-эдукационных и музычных школ. Я чувствовала себя расслабленно, комфортно, но есть на чем работать. Я очень сильно мечтаю попасть на Славянский базар и выступить достойно. После закончения отборочного тура журы отзначила высокий узровень удельников. Раши не давались из кладана, однако уже стало я дома. Областный этап 14-го Снежня прошло 14 выканавцев. И Махчима кому-нибудь зыг напередо дни Нового года отримается у особи цьмару у реальность, отримавши право представлять родный Гомель на международном узровне. Павел Михно, Игорь Марышченко, телерадио-компания Гомель. Выстава под назвой «Фотовобразы и материалы» открылась у картинной галереи Гаурила Вашченки. Экспозиция, промеркованная до фестивалю «Японская восень» у Беларуси. У ее 50 работ знакомитых японских мастаков. 70-е годы минулого 100 год деличатся золотым веком японской графики. Майстры працевали на стыку двух видов визуального мастатства фотографий и гравюры. Выстава включает два разделы. Век фотографий распаведае про роль вздымков у процессе створения гравюр. Аутономия матери включает работы, особливости яких досягнуты дякуючи уластивостям материалов. Мы уже шестой раз проводим фестиваль японской культуры «Японская осень» в Беларуси. И, если честно, эта выставка в Гомеле это в этом году заключающие мероприятия в рамках этого фестиваля. В этом году мы проводили уже в Минске, в Гродно и Гомеле тоже мероприятия, кинопоказы, демонстрация и мастер-классы чайной церемонии, икебана и так далее. Это и атак самая иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by На этом выпуск завершен плен на хаван вечера и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оперативники уголовного розыска установили водителя, который совершил наезд на жителя Ельска. Первоначально предполагалось, что виновник скрылся с места ДТП. Вечером 2 декабря на обочине автодороги Ельз-Зашире в 3-х километрах от районного центра был обнаружен мертвым 33-летний неработающий местный житель. Об этом милицию сообщил случайный водитель. Следователи предположили, что мужчину сбил неизвестный автомобиль. Начались его поиски. Параллельно шла работа с двумя свидетелями, которые обнаружили труп. Однако потом, изучив все обстоятельства дела, оперативники подошли к установлению истины. На первоначальном этапе 30-летний житель Мозырского района давал показания, что он всего лишь свидетель происшествия. Однако, изучив все обстоятельства дела, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что именно он совершил наезд на гражданина, который после этого выяснилось, Мозырянин, сбив лежащего на дороге человека, остановил автомобиль и подошел к пострадавшему. В это время к месту событий подъехал еще один автолюбитель, который и вызвал экстренные службы. Повреждения на машине были минимальными, поэтому водитель первого авто пошел на риск, дал ложные показания, чтобы уйти от ответственности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Есть вероятность, что он был нетрезв. Нежданно на дорогах можно повстречаться не только с нетрезвым пешеходом, но и с водителем. Стали известны подробности резонансного ДТП на Реческом проспекте в Гомеле, о котором мы рассказывали во вторник. Напомним, около трех часов ночи 4 декабря 19-летний водитель, управляя автомобилем Fiat Tempra и двигаясь по Реческому проспекту, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на грузовой автомобиль ГАЗ. На спецтехнике работала световая сигнализация, маячки синего цвета, а на проезжей части были установлены сигнальные конусы. После извлечения из покорежного кузова водитель легковушки впал в кому, пассажир получил перелом переносицы и сломал руку. От обоих пострадавших исходил резкий запах алкоголя. До совершения ДТП молодые люди пытались уйти от преследования сотрудников госавтоинспекции. Водитель автомобиля ГАЗ после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка. В продолжение темы. На территории Гомельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили телесные повреждения и один погиб. В Гомельском районе 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Пежо 405 и двигаясь со стороны агрогородка Бобович в направлении деревни Сосновка, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Вольсвагеном под управлением 56-летнего мужчины. Водитель Пежо получила телесные повреждения, но после оказания медпомощи была отпущена домой. Пешие участники дорожного движения также пополнили скорбную статистику прошедших суток. Наезды зафиксированы в Лельчицах и в Реческом районе. В городе Лельчицы пешеход, предварительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, внезапно вышел на проезжую часть дороги, в результате чего был совершен на него наезд. Пешеход погиб на месте происшествия. В Реческом районе пешеход двигался по проезжей части, не был обозначен световозвращающими элементами, в результате наезда был госпитализирован. Не повезло и водителю БМВ из Светлогорска. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелся его Х5-й 2001 года выпуска. Пожар произошел накануне в микрорайоне Березина. В результате огнем повреждены приборная панель и лобовое стекло легкового автомобиля. Пострадавших нет. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу начнет квалификацию чемпионата мира 2020 с предварительного раунда. Жеребьевка пройдет 12 декабря. 16 лучших сборных континента освобождены от участия в предварительном раунде. Остальные 32 будут разбиты на 8 групп по 4 команды. Сборная Беларуси попала в пятую корзину. Учитывая позицию посева известно три маршрута куда может отправиться команда Андрея Толмача. Это Молдова, Швеция и Болгария. Предварительный раунд пройдет с 29 января по 3 февраля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд. Велика вероятность участия в предстоящих играх и представителей гомельских команд. Отметим, что на недавние товарищеские поединки с Израилем были вызваны Силюк и Чернейко из ВРЗ, а также Стремилов из БЧ. Накануне завершились очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Оба представителя региона Металлург и Гомель уступили на выезде. Жлобинчане уехали ни с чем из Солигорска. Поединок с Шахтером прошел в равной борьбе. И все же более удачно проведенных хозяевами второй период определил итог встречи. 2-1. Такие же цифры на табло зафиксированы и в матче с участием Гомеля и лидера первенства Минской юности. Здесь также начало встречи не было отмечено результативными действиями. Первое взятие ворот произошло на 29-й минуте. Шайбу забросил Стефанович. Гомельчане смогли отыграться в заключительном периоде благодаря усилиям Перегуды. Однако столичные хоккеисты спустя короткое время опять вышли вперед и установили окончательный счет. Женская команда гандбольного клуба Гомель продолжает радовать своих поклонников. Одержана десятая победа из десяти возможных. В очередном туре обыграна третья команда чемпионата городничанка. Подопечные Тома же Чатра имели игровой перевес в каждом из таймов. Первый закончился с разницей в восемь мячей, а второй в пять. В итоге более чем уверенная победа 37-24. Самый результативный игрок в составе Гомеля Ирина Трезно. На ее счету восемь удачных бросков. Мужская команда гандбольного клуба Гомель, которая смогла прервать длительную безвыигрышную серию, постарается в эту субботу закрепить успех. Правда, сделать это будет крайне сложно. В гости пожалует один из лидеров турнирной таблицы БГК имени Мешкова. Начало встречи в 17.30. Игра пройдет в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Три игрока футбольного клуба Гомель вызваны в юношескую сборную Беларуси до 18 лет. Команда проведет в Минске два товарищеских поединка против сверстников из Грузии. Матчи пройдут 9 и 11 декабря. Имеют шанс проявить себя на международном уровне защитник Дмитрий Денисенко, полузащитник Павел Трофимчук и нападающий Петр Сгурский. В Латвии завершился четвертый международный турнир под дзюдо Гаужа Гулливер Кап 2018. На высшую ступень пьедестала почета поднялись двое воспитанников областного центра Олимпийского резерва единоборств. Золотые медали смогли завоевать Ангелина Пиццура и Егор Рябцев. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин